Нередко обсуждается и вызывает интерес экстремальный металл с женским вокалом, в частности, конечно, Блэк. Но это видео о другом. Мне было интересно собрать не просто и не обязательно Блэк с женским вокалом, а те проекты, где прекрасный пол реализует свой творческий дух, являясь лидерами, идеологами, различные one-woman-бенды. И я составил список таких проектов, чьим творчеством мне довелось впечатлиться лично. И, конечно, я скажу об известных группах, но сделаю фокус на тех, которые получили, как по мне, незаслуженно мало внимания. Это также и не рейтинг. Сложно сравнивать те проекты, которые слишком разные настолько, что многие их участницы, наверное, ненавидели бы друг друга, если бы встретились лично. Но показать разнообразие тоже было моей целью. Итак, поползли. И начну исторически с первого проекта, который в эту категорию попадает, и который услышал лично я. Обычно начинают что-то слушать с известных групп. Вот и я как-то натолкнулся на известнейший one-woman проект из Сибири «Ледяной гром». Его создала Елена под псевдонимом «Белый цвет». Она записала в нулевых, в десятых годах несколько альбомов эмбиента и блэка, с небольшими элементами фолка еще, на тему родноверия. Эта музыка еще отличается тем, что там используется наряду со скримом чистый вокал, и он имеет очень нежный и красивый тембр, который контрастирует с сырым, недобрым пейган-блэк-металлическим жужжанием. И иногда с довольно жестким содержанием по текстам. Поэтому проект получился довольно узнаваемый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И еще один сибирский проект, уже новый, из Братска. Таинственная девушка, которая скрывается под буквой Т. Создала проект, назвала его Нортгайст, Дух Севера. И у нее вышли за последние годы два релиза под названиями очень оригинальными Нортвинтер и Фроствинтер. Звучит, конечно, как марки холодильников, но реализация восхитительная. Понятно, что этот проект посвящен северу, холоду, зиме. Вызывает ассоциацию, может быть, с Пейзаж Дивер по звучанию. И ее песни – это более чем 10-минутные ландшафты атмосферного блэка. Как говорится, с холодными северными мелодиями, с вокалом, который напоминает взвывание ветра, с сюжетами песен, такими, как, например, Старый волк, о волке, который умирает зимой, о лошади, которая погубила жестокого хозяина. И еще один русский андеграунд в 2005 году вышел единственный, к сожалению, EP проекта «Сигилум Диаболи» – «Печать дьявола» из Саранска. Его почти полностью сочинила и записала «Тэдиум Витэ». Это незатейливая музыка, но она очень вдохновенна, и у меня вызвала ассоциацию с финской школой блэка. И это понравилось. Любопытно, что на этот релиз я обратил внимание благодаря обложке. Она минималистична, но это само воплощение зла, и я просто очаровался. Вот, посмотрите. Еще, говоря о русских группах, я думал, включать или нет сюда московскую группу Аркона. Это не black metal, как мы знаем, это славянский pagan metal, и на счету группы 8 альбомов с начала нулевых. И я решил включить, потому что Аркона в последнее время утяжелилась. Более того, создательница группы – Мария Скрим, она же композитор, автор текстов, в интервью говорила, что в значительной мере вдохновляется блэком сейчас, слушает разные андеграундные группы. И именно через Аркону я, например, узнал о хорошей канадской группе Panzerfaust. И новые альбомы Арконы, Явь, Храм, более блэковые по сравнению с ранним творчеством группы. Географически идем на запад, и теперь о стране тысячи black metal групп, и даже больше. Имеется в виду, конечно, Украина. Тут надо вспомнить «Ешер». Это единоличный проект Лилиты Арнт, который она основала в 15-м году. Она участвовала при этом еще много где. Это оккультный black metal с очень индивидуальной стилистикой, размеренный, ритуалистический, одновременно нежный и демоничный. Собственно, как вот эта девушка-змей, символ проекта. Что означает название «Ещер»? Лилита предпочитает не афишировать. В прекрасной Финляндии есть у нас не менее прекрасный «One Woman Project девушки» под псевдонимом «Вермилия». Она свой стиль называет «Epic Scandinavian Pagan Metal». Объективно там 50 на 50 с black. Вот альбом «Catcut» я иначе как шедевром назвать не могу. Такая духоподъемная музыка, что даже вызвало у меня ассоциации с некоторыми работами Фалькенбах. Не то чтобы сложная музыка у неё, но она удивительно гармоничная. Вермилия красиво соединяет мелодии, накладывает вокальные партии в унисон харшим и чистым голосом. Ну и тексты на финском тоже звучат очень красиво. Теперь к Западной Европе и начнём с Германии. Там функционирует группа германско-польского состава с длинным названием Dark and Nocturne Slotokalt. Название, конечно, заставляет улыбнуться, но всё серьёзно и довольно круто. Как говорит их сайт, в 97-м году, когда Black уже скатывался в готику, Ванилар – вокалистка и гитаристка, и барабанщик Ариовист, основали группу, вот с таким названием, чтобы играть старый, добрый, ну точнее злой, или ещё точнее традиционный, мизантропический, сатанинский Black, и вдохновлялись они второй волной норвежского black-метала. Уже более 20 лет эта группа существует, причём участники все поменялись, кроме основательницы Анилар, которая группу и возглавляет всё это время, и гитариста Вельнеса, который пришёл в группу через несколько месяцев после её создания. Слушаю их альбом и понимаю, что за всё это время они своим принципам верны. Сама Анилар, кстати, из Польши, на альбоме «Мардом», например, можно слышать польский язык. Теперь ещё один старорежимный Black Witchblood со сложной территориальной идентификацией, поскольку он базируется в Германии, записывается в Скандинавии, а создательница родом из США, под псевдонимом Iron Megiddo. Она полностью делает этот проект, прибегает только к услугам сессионных барабанщиков и лайф-музыкантов для выступлений. Что здесь особенно, это существенное влияние первой волны Black, возможно, раннего Sodom, Battery… Квортон, кстати, любимый музыкант у Iron Megiddo. В общем, в музыке можно встретить и Black, и Trash, и Dead, но есть и Pagan Black металлическая сдержанная мелодичность. Демо-записи и альбом Hail to Lidderhorn ближе к первой волне Black, следующий альбом Sorceries of the Black Sun несколько ближе к Pagan Black, но ещё с прекрасными женскими воплями, тексты Witchblood о язычестве, колдовстве и возвращении Европе былого величия. В общем, оригинальный и недооценённый проект, но и это ещё не всё. Также в США действует группа Hexery, где ещё участвуют Iron Megiddo, Larissa Glasser и Jérôme Reuter – тоже олдскульный Black, Dead и Trash Metal. Что Hexery, что Witchblood участники называют ещё Witching Metal – ведьминский металл. А у Iron Megiddo есть ещё Nordic Folk проект Idis Erlok, и, между прочим, там есть акустический кавер на батареи The Lake. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует... 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 Во-первых, она возродила проект Grabesmond, который хоть и не Блэк, но имеет отношение и близок по духу. Он был создан Блэк-металистами, участниками Summoning и Abigor. Когда же они оставили Grabesmond, Люсия перехватила его и записала еще два альбома. Это не Блэк, но и не Ambient, это нечто более сложное с явным влиянием готики, средневековой, академической музыки. И, собственно, там есть прямая цитата Баха в композиции Минграф. Ну и, во-вторых, Люсия также участвовала в проектах Петера Кубика, а это Abigor, это также авангардный Блэк-метал Хайденрайх, о котором я тоже к стыду своему совсем недавно узнал. А там как раз с клавишами ей было где приложить усилия. Теперь о Франции. Она сейчас известна как поставщик зефира, а также разного рода постблэка и авангардного блэка. Но не стоит забывать, что это и страна черных легионов. И на рубеже тысячелетий нам было явлено чудо-трушности в лице Алексии Варни, она же Нахт, она же Вультур. И я насчитал 12 проектов, которыми она, как правило, занималась в одиночку, как, скажем, Карпатия, Вампир. Но иногда ей помогали еще другие девушки, Вольвера, Снорра, или же это один человек, по имеющимся изображениям не разобраться, кто есть кто. И все записи этих проектов это кассетные демо, которые изданы очень малыми тиражами, большинство из них в сети нет. И мне удалось пока послушать только пять демо. Что также необходимо отметить, большая часть ее проектов это еще и НСБМ. А я, честно говоря, не знаю в таком направлении еще проектов, руководимых женщинами. Так что мы имеем дело с уникальным явлением. Музыка Алексии это, как правило, очень сырой блэк с мощной клавишной поддержкой. Но у проектов своя специфика. Карпатия самая разнообразная. Там есть и фолк, есть и гитарные соло, хотя они синтезированы. Есть эпические риффы в духе симфо-блэка. Есть даже что-то напоминающее музыку из старых видеоигр. Причем, судя по названию Карпатия и демо Волки Велеса, там как-то затрагивается славянская тематика. Проект Вольфхаммер, несмотря на грозное название, скорее грустный, чем агрессивный. Это сырой мелодичный блэк. Вампир блэк скорее злобный и мистический, иногда на грани нойза. Трольс Коган ближе к Карпатии, но без электрогитар, более синтовый проект. С очень динамичной музыкой при этом. Напоминает ранние записи Айзен Винтер. Но поразнообразнее. Можно с проектами БСОД также сравнить. Все это творчество. И вся эта активность пришлась на период с 99 по 2003 год. А в 2006, как сообщается, Нахт покончила с собой. Американская группа Baroque Monody посвятила ей песню в 2016 году. Американская группа Корректор А.Кулакова Ну и конечно нельзя не сказать про Адри Сильвейн, Которая много где участвовала в разных пост-блэк-метал проектах. В том же Алсест, Амезок, Песнуар. В основном как вокалистка. Но где-то и на басу играла, где-то немного писала лирику и музыку. И у неё сейчас есть сольный проект Мальнюи. С одним EP, очень разнообразным в жанровом плане. Хотя там блэк-метала немного. И если кому интересно более подробно творчество Адри, То я снял о нём коротенький ролик на полчаса. Есть на этом канале. С момента выхода этого ролика Адри приняла ещё два гостевых участия в разных блэк-метал альбомах. Это альбом группы Peitre. Это фолк-блэк-метал, который специализируется на теме Ван Дэй. Французского контрреволюционного движения. И вторая группа, Vermin. Их стиль, судя по тому, что написано на ютюбе, называется Нетолерантный блэк-метал. Я даже и не знал, что такое есть. Субтитры создавал DimaTorzok И теперь ещё о Зефире. Норвежка Катрин Шепард, подруга Нежа, основателя Алсест и самого стиля Блэк-гейза. У неё есть свой проект Сильвэн, никак не связанный с Адри Сильвэн. Проект приписан к Норвегии, но по духу он ближе к Франции. И что до музыки, здесь неизбежно будет сравнение с Алсест, но если Алсест вызывает только светлые ощущения, то у Сильвэн всё контрастнее. У неё в одной песне может быть переход от воздушного шугейза к довольно тёмному звучанию, мрачной атмосфере. Норвежское происхождение обязывает. Дальше Скандинавия. Шведский проект Nachtlieder, песни ночи, от Дагни Сюзан. Она родом из города Кируна, самого северного города Швеции, но позже переехала в Гетеборг. Nachtlieder – это блэк-метал скандинавской школы, в нём можно уловить влияние многих классических шведов и норвежцев. Иммортал, Бурцум, даже Мардук. Проект существует с 2009 года. За это время она выпустила три полноформатника и несколько более мелких релизов, записывая всё почти единолично. Вдохновляется она литературой. Шведский проект Uxsan за авторством Morbid Aggressor – это war metal, то есть сочетание блэка и дэта в духе канадцев blasphemy, при этом ещё с элементами хардкора. Её второе демо, satanic fortification of a balance, вышло на лейбле Nuclear War Now, где как раз blasphemy издаются. Музыка Uxsan – это нечто уничтожающее. Это лязг железа, гневные крики, вой сирен, на обложках женские демоны войны, а тематика песен – это война против религии. Тексты, правда, расслышать абсолютно невозможно из-за вокального дисторшена, но тем не менее. Это, наверное, самый брутальный проект в этой подборке. Ещё что интересно, на выступлениях Uxsan поручает лайв-музыкантам вокал и гитары, а сама при этом сидит за барабанной установкой. Ну и нельзя говорить о скандинавской сцене, не упоминая любимый проект black metal элитистов – «Мёркюр» от датчанки Амалии Брун. В своей музыке она соединяет фольклорные мотивы и black. В blackовой же составляющей очень существенно влияние Ульвер, вплоть до прямых музыкальных цитат этой группы, которая одна из первых стала соединять фолк и black, если вообще не первая. Ну и сама Амалия очень любит Ульвер, а Гарм её продюсировал. Впрочем, сейчас Амалия Брун отошла от black, и новейший альбом «Мёркюр» – это уже чистый фолк. Теперь голландский асекраум. Это не проект, а полноценная группа, причем сложилось так, что она полностью женского состава. Создательница Обскура. Она имела опыт участия во многих группах, как гитаристка и басистка. Выступала с Норгород. Это тоже группа, которая вдохновляется второй волной black, но с некоторыми современными влияниями. В духе Death Spell Omega, с неким таким гипнотическим эффектом, который еще усиливается, когда на выступлениях у них используются клавишные. Кроме того, Обскура отмечала влияние на свою группу таких групп, как Эмперер, Горгород, Мейхем, Бехексен, Саргайст. Великобритания. Pen and Stair, Покаянный взгляд, это проект Эсмы Луиза Ньюман из британского города Лидс. Сказалось о ее увлечении готической музыкой и black'ом, и она нашла там нечто общее и решила совместить, сделать нечто свое. И музыка, конечно, от привычного понимания black'а очень далека. Там не меньше готики, дарквейва, возможно, шугейза, и сама Эсма считает подходящим описанием своей музыки понятия black'н'д'даквэйв. Я еще сталкивался с таким описанием в стиле, как black'вэйв или black'н'д'вич хаус. Автор рекомендует для наилучшего эффекта слушать эту музыку в темное время суток. Нихеличко. Еще один британский проект, созданный Мёрта Мейс. Причем ей на момент создания было всего 15 лет. Но непростая судьба мотивировала ее начать играть в ДСБМ. И вот первая демо называется Melancholic Delusions. Его оформление напоминает отчасти картину Крик Мунка, отчасти какую-то картину Васи Ложкина. Но это интересный ДСБМ, где его создательница очень необычно управляется с голосом. С 2019 года она выпустила уже три альбома и разные демо, сплиты, и по мере улучшения своего морального состояния Мёрта Мейс перешла в мелодичный Roe Black. Можно отследить источники вдохновения, потому что у нее имеются ковера на Dark Throne, Бурцум, Сайтаник Воу Маста, Застур. И еще занятно, если верить металлоархивам, то в 2021 году она основала христианский анблэк проект Баптизм. Не иначе, наверное, как под влиянием Бурцум и Сайтаник Воу Маста. Сайтаник Воу Маста И еще один замечательный блэк-метал, который меланхоличен по содержанию, но более традиционен по форме, это итальянская меланколия эстапика, сольный проект Сирены Нардин. И причем, в отличие от большинства проектов, здесь вокальные партии отданы мужчинам. И остальное же она делает сама, и кроме того, участвует еще в ряде проектов, как гитаристка и басистка. Играет музыка Здесь еще венгерская группа Туман. Она создана Анастасией Разваляевой. Ее псевдоним Дым. Родом она из Мурманска, но в детском возрасте переехала в Венгрию. Вдохновение в музыкальном и в лирическом плане она берет в творчестве Бурцум, Мэйхем, Дарктрон, а из русских групп Форест. Изображение Дэда из Мэйхем, кстати, можно увидеть в их клипе на песне Джон Сильвалиан Джим. Кстати, максимально трушный клип, не тру в нем только сам факт его существования. Туман также характеризуется отсутствием тщеславия, попыток модернизироваться, вписаться в какие-то локальные тренды, а просто исполняет эталонный лесной и туманный блэк. Медитативный, соединяющий традиции норвежской и русской старой школы. Самая известная женская блэк-метал-группа, это, наверное, греческая Астарта. Ее название это имя богини плодородия, материнства и войны, воплощение темной женственности. Лидером группы была Мария Тристесса Калакури. Группа записала пять альбомов, начали из довольно традиционного блэка, позже сместились в сторону уже мелодик Дета. В 2014 году, к сожалению, Тристесса умирает от лейкемии. Ее муж Николас тогда возродил в честь жены группу под названием Лот, которая была до Астарты, и альбом назвали Атанати, что означает «бессмертная». Теперь на восток дальше. Был сольный проект турецкой девушки Илким Уланем. Она начала с улдскульного блэка, посвященного Иблису, а затем стала вносить в свою музыку более современное звучание, и появились элементы блэк-н-роллы, индастриалы. А в десятых годах я слышал, она вообще оставила блэк, и стала служить злу другим способом, с помощью поп-музыки. Один из самых таинственных проектов, связанных с Ближним Востоком, это Джаназа, о которой заявляется, что это антиисламский One Woman Black Metal проект, который создала некая Анаита из Ирака, и она же участница блэк-метал-группы Seeds of Iblis. Правда, репутацию проекта подавало то, что были идентифицированы изображения музыкантов других блэк-метал-групп в материалах Джаназы, ну и другие несостыковки тоже нашли. Хотя бесспорно, для того, чтобы играть блэк в условиях исламизма, нужна секретность. Но, тем не менее, мы не можем сейчас утверждать, существует ли Анаита вообще, является ли действительно Джаназа One Woman Black Metal проектом, и в каких странах она на самом деле базируется, как и Seeds of Iblis. Но, даже если это мистификация, то это не отменяет достоинств музыки и идей, которые за ней стоят. Джаназа исполняет сырой, размеренный, мелодичный и очень эмоциональный блэк, такого подвального звучания. При этом, довольно разнообразный. Теперь американский континент, Колумбия. Есть оригинальный проект Cold Night от девушки под псевдонимом Гипотермия. Ее творчество можно назвать и Depressive Black, и Atmospheric Black, и Ambient у нее тоже есть. Cold Night берет очень красивым использованием клавиш, звуков природы, акустики, даже электронные ударные очень хорошо вписываются в замечательную лоу-фай атмосферу. Кроме того, гипотермия, насколько мне известно, разработала логотип проекта Nachtlider. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Северной Америке есть группа Demonic Christ, которая существует с начала 90-х. Лидер этой группы и единственная постоянная участница, Дэйна Даффи, корни этой группы в Dead Metal, в Dead Doom, поскольку Дэйна участвовала до Demonic Christ в женской Dead Doom группе Mythic, и постепенно её группа перешла к Блэку. И в итоге всё это выразилось в частности в сплите с финской группой Хорна в 2014 году. Дэйна радует помимо музыки экстравагантной лирикой на разные темы, например на компиляции Demonic Battle Metal нашлось место песни Church of Profane Masturbation, и песни под названием Blood und Ere тоже нашлось. К сожалению, нынешний статус проекта мне неизвестен. Играет музыка Еще в США переехала бельгийка Марц Ристерер, известная также как Инквизитор. Там она получила опыт участия в группе Блида и занялась сольным творчеством в проекте Хульдер. В значительной мере она вдохновляется фольклором Северной Европы. Собственно, Хульдера – это девушка, лесная соблазнительница из скандинавского фольклора. Как говорит Марц в интервью, ее интересует понимание и выражение опыта и чувств обитателей мифа. Первые записи Хульдер – это сырой и энергичный блэк-метал, напоминающий о второй волне, с мистической атмосферой Бурцум, с панковским духом Дарк Трон. В 2021 году вышел полноформатник. Его уже сырым не назвать, но по уровню, по качеству материала он меня очень впечатлил. И мне известен еще один блэк-метал-проект, участники которого живут в Америке, но при этом помнят о европейских корнях. Это венгерский дуэт Тенгерекен. За вокал, ритм, гитару и бас там отвечает красавица под псевдонимом Арикан Войны. Ударная элит-гитара за ее соратником Арпадом Завоевателем. Творчество группы прославляет прошлое Венгрии и великого Аттилу. Название группы примерно переводится как «За морями». Я прочитал, что оно взято из венгерского выражения, которое символизирует бескрайние территории, которые завоевали гуны. И такое ощущение, что это завоевание они хотят проиллюстрировать своей музыкой. К сожалению, о проекте неизвестно почти ничего. Есть лишь записи начала нулевых годов и пара фотографий. Греческая богиня горя и страдания Также так называется проект Австралийки Вич, которой явно интересна греческая мифология. В 2010 году она выпустила альбом «Гимн Фурием», и у нее же есть black metal проект «The Aquivist» с одним альбомом, который был записан тоже еще в нулевых, но выпущен только в 2021 году. Это интересная музыка с явным пост-black metal влиянием, но без прилизанности, с очень гулким и темным сырым звучанием и глубокой атмосферой. Под конец позволю себе сказать про еще один австралийский проект «Sulldask» от Эмили Хайфилд. Думал тоже упоминать или нет, поскольку black здесь крайне мало, хотя бы потому, что это в основном неофолк, и большая часть музыки это спокойные, задумчивые, красивые акустические песни. Но время от времени проявляется black metal атмосфера, или происходит взрыв эмоций, как в песне «Solus Ipse», когда внезапно вступают электрогитары и скрим. У проекта на сегодня один альбом «Luna Falls», он посвящен Алиэ Стэнбридж из финской группы «Trees of Eternity». На этом все, с чем я более-менее знаком и кого вспомнил. Конечно, если специально искать, то можно найти намного больше, так что комментарии с дополнениями и вашими любимыми группами приветствуются. А общих выводов об этих очень разных проектах делать не буду, поскольку не хочется мыслить стереотипно или пытаться препарировать вещи, которые скорее относятся к сфере эмоционального. Единственное бросается в глаза, насколько часто в этих проектах проявляется образ ведьмы. Так что уместно закончить видео примерным переводом одной из песен группы «Witchblood» – «Хексенблюд» – «Кровь ведьмы». Места силы, леса, горы, озера и реки. Я призываю могущественные силы, потому что должна. В моей душе, в моем сердце высокие видения. Я управляю элементами, прислушиваюсь к образам. Созываю духов в крови ведьмы. Они глядят вперед в крови ведьмы. Они шествуют вперед в крови ведьмы. Они бессмертны в крови ведьмы. Как много жизней я прожила. Как много я перенесла горя. Но я творю свой обряд и лечу дальше. Дикая, бессмертная, ликующая духом.